коллеги всем привет на связи давид резаев павел куксенко мы сооснователь национальной статус аукционных брокеров сегодня мы осветим рубрику вопрос-ответ вы часто задаете нам много вопросов мы решили в данном видео записать кстати дадите в комментариях обратную связь делать ли на постоянной основе такую рубрику да пасович полагаю что нужно делать такие рубрики вы часто нам пишите с какими-то вопросами мы будем стараться опытом и как можно чаще отвечать на них в будущем будет удобно пересматривать ответы на эти вопросы с точки зрения практики и так мы на поехали у нас недавно в группе вконтакте был пост на тему что можно задать вопросы мы в формате видео с давидом будем на эти вопросы отвечать случилось первый вопрос юль зайнулина задала нам вот такого содержания доброго дня давид и павел у меня три вопроса постараюсь кратко первое кто на торгах принимает решение о том кто выиграл лот автоматически это происходит либо нет юль у нас более 50 электрон торговых площадок зависит от площадки также зависит от того есть ли в процедуре организатор торгов если это делает юридическое лицо отдельно то это время ложится на их плечи и в ряде случаев это автоматически в ряде случаев вручную тут бывает в общем по-разному знаете второй вопрос правда ли что на изучение лота уходит много времени сил его ликвидное состояние и так далее а уважаемая юля на самом деле при четком понимании пятишаговой системы которую мы пропагандируем по которой работает все наше сообщество изучение самого лота его ликвидности его проверки у нас среднем занимает там от трех до пяти дней то есть от момента мониторинга до момента тестирования спроса и заключения договора с конечным инвестором у нас уходит среднем где-то в общем до 10 дней на проверку оценку 3-5 правда ли существует программа которые подают заявки на участие в торгах раньше реальных людей тем самым мешает нормальным брокерам заработать юля очевидно что вы начитались что-то в интернете дело в том что до 2015 года вот такой бардак на торгах творился и это было действительно краеугольным моментом для участия в торгах всем добросовестным участникам после 2015 года порядок изменился теперь неважно кто когда заявку подал главное какая цена и даже если кто-то использует роботы то это не может нам помешать следующий вопрос от алексея ширинского алексей пишет без знакомого арбитражного управляющего ты ничего там не заработаешь ну это во первых неправильное убеждение все лоты конкурсные себе для своих распределить не сможет во первых у него не будет столько знакомых вот и так далее это неправильное убеждение надо наши брокеры в нашем сообществе зарабатывают зарабатывать легко у нас есть множество примеров зайдите в ту же на нашу группу на вк там есть обсуждение наши кейсы и так далее примерно до нашего успешного брокера максима кузнецова который в свои 19-20 лет за зарабатывает покупает без каких-то связей и так далее следующий вопрос от алексея швецова привет давид привет павел вопрос сразу несколько если я покупаю автомобиль налом по сильно заниженной цене типа 8 тысяч рублей за единицу не операбельного автохлама нужна ли госрегистрация данного лот или его можно будет просто продать без регистрации и как быть с налогами как платить налоги если я проживаю не по месту регистрации также интересует какими способами можно оценить массу единицы автохлама алексей мы тут подумали что ваш вопрос он действительно объемный и требует отдельного разбора с приложением разных документ документов приглашение автоэксперта мы скорее всего именно так и поступим поэтому чуточку позже буквально я думаю что через неделю с небольшим уже это видео выпустим с подробным разбором того как действовать пошаговую инструкцию дадим да на самом деле вопрос объемный вот вопрос практически часто нам его задают и нужно рассказать мне кажется более подробно со всеми нюансами примерами и так далее окей следующий вопрос богдан гильченко задает если лот стоит 3 миллиона и 5 человек на публичном предложении хотят его купить кто победит видно что богдан не практик вот давайте я дам ответ на этот вопрос на публичном предложении в ком-то определенном периоде если заходит 5 человек и ставят цены там 3 миллиона 1 рубль 3 миллиона 5 рублей 3 миллиона 100 тысяч то выигрывает тот кто дал цену больше если две одинаковые ставки к примеру 3 миллиона там и 100 тысяч то выигрывает тот кто подал заявку раньше там к беру в 12 часов 10 минут подали заявку и в 12 часов 12 минут выигрывает то ставка 3 миллиона 100 тысяч кто подал в 12 часов 10 минут у нас также есть своя стратегия победы по которой работаем и и у нас конверсия из 10 участий 8 мы выигрываем однозначно приходите к нам на обучение всему научим будете аукционно брокером и зарабатывать достойные деньги ольга клемович здравствуйте подскажите пожалуйста и если после торгов имущество отдает с ухудшениями заменили колеса на авто и так далее по какой статье могу от него отказаться и требует возврат денег или устранение замеченных косяков спасибо но ольга подобное требовать вы можете только в случае если у вас есть доказательства того что действительно вы на момент осмотра зафиксировали что ну те же самые колеса например на автомобиле были другими у вас для этих целей должно быть фото видео фиксация акт осмотра должны быть еще косвенные доказательства того что вы на месте вот именно вот с теми запчастями все видели здесь работа не только по статье а здесь больше претензионная работа с арбитражным управляющим ваша задача ему доказать что имущество было в таком состоянии либо там запчасти были другие а теперь они другие либо либо вовсе отсутствуют и на основании того что имущество не соответствует заявленному списку изначально то есть она не соответствует например отчету оценщика либо не соответствует описанию объекта которое было выложено на электрон торговую площадку вы на этом основании можете требовать возврата либо исправления указанных обстоятельств мы с подобным сталкивались в частности у нас такая была история с оборудованием мы купили оборудование в краснодаре на момент осмотра а именно за три дня до подачи заявки все было целостно все было в порядке когда стали забирать когда уже выиграли выясняется что все бортовые компьютеры с этого оборудования поснимали было 9 станков со всех девяти сняли и вместо полноценного оборудования мы получили груду просто металлолома естественно что у нас на руках было фото видеофиксация у нас было акт осмотра тот на чем я говорил в самом начале и таким образом мы смогли доказать что имущество не соответствует тому что было заявлено изначально и конкурсный управляющий соответственно хранителям как-то там уж между собой договорились решили в итоге бортовой компьютер нам отдали имущество мы забрали и оно принесло очень хорошую прибыль да был такой случай у нас поехали дальше следующий вопрос опять от богдана гильченко богдан спрашивает если возможность купить хороший лот без связи да но повторюсь что богдан точно не имеет отношения к торгам уважаемый богдан да можно купить хороший лот без связи мы это делаем там чуть ли не каждый день покупаем лоты сами с нашим сообществом и так далее рекомендую вам посетить на наш youtube канал там вы найдете много интересной информации о торгах как покупать и так далее или приходите на наш бесплатный мастер-класс в среду или воскресенье и там где мы за два часа все рассказываем показываем вот с практикой елена петрова спрашивает здравствуйте почему мало выпусков о дебиторской задолженности скажу как есть или дебиторская задолженность тема такая которую нужно освещать закрытом в более закрытом режиме скажем так во первых эта информация очень ценная во вторых эта информация не для широкого круга лиц поэтому следите за нашей деятельности и про дебиторскую задолженность вы сможете узнать уже внутри процесса в ходе подготовки да павел тут последующий вопрос от виктора он по налогообложению давай ты на него ответишь а я уже на следу давай виктор пелехов добрый день давид и павел вопрос касающиеся налогообложения при выкупе с торгов недвижимости и дальнейшей ее продажи если действует как физлицо необходимо платить 13 ндфл это не очень выгодно открывать ип с понижающей ставкой то как квалифицировать эту деятельность а также можно ли объединить выкупом дебиторской задолженности как вы действуете в этом случае заранее благодарю за ответ ну значит смотрите если мы к ип привязываем работу с дебиторской задолженностью то можно в акведах указать что у вас бухгалтерские услуги и консалтинг то есть консультационные услуги в области юриспруденции вообще взять весь блок с юриспруденции с бухгалтерией и все эти аквэды себе включить в принципе это достаточно что касается работы с недвижимостью то у нас в аквэдах есть тоже целый блок посвященный недвижимости сделки купли-продажи с недвижимостью доверительное управление в общем с недвижимостью есть целый блок аквэдов которые вы можете использовать все что касается недвижимости юриспруденции бухгалтерии можно смело закладывать в деятельность своего ип этого будет достаточно но также важно учитывать что в соответствии с недавними изменениями в законодательстве, работать с дебиторской задолженностью физических лиц, которые ранее брали кредиты в кредитных учреждениях. То есть речь идет о том, что если вы будете выкупать долги физлиц от банков-банкротов, то вам необходимо наличие лицензии на занятия коллекторской деятельностью. Сейчас в чистом виде такую дебиторку, скорее всего, вам не продадут уже. Денислава пишет. Здравствуйте, Давид и Павел. У меня такой вопрос. Какие документы нужно запрашивать УКУ для проверки дебиторской задолженности? Спасибо. Какие документы нужно запрашивать? Ну, это, во-первых, договор основания возникновения задолженности. Второе, платежные и иные документы, подтверждающие данную дебиторскую задолженность. Третье, акты сверки взаиморасчетов по поставкам, акты приема-передачи, акты выполненных работ, информацию по дебитору, адреса, телефоны и его платежах в погашении данной задолженности. Следующий документ. Постановление суда по иску к заемщику. Если есть исполнительный лист. Дальше, заявление о возбуждении исполнительного производства. Следующий документ. Постановление о возбуждении исполнительного производства, переписку со службой судебных приставов, отчет оценщика по данной задолженности. Я перечислил именно весь пакет документов, который в идеале должен быть взят у конкурсного управляющего. Но зачастую он не обладает всем этим документом, так что запрашивайте у него документы по максимуму из данного списка. Это касается работы с дебиторкой юридических лиц. Для физлиц идет отдельный список, отдельный набор. И вообще на каждую категорию дебиторок какие-то документы добавляются, что-то исключается и так далее. Так что тут зависит от дебиторки. Если мы сейчас будем перечислять все, я думаю, что минут 40 у нас займет это времени. Ну, я думаю, мы сделаем отдельный пост, наверное, в группе. Ну, раз просят, сделаем. Асан Казахов. У меня такой вопрос. В одной из групп написано, что на торгах есть лоты, на которых можно было бы заработать в 100 тысяч раз больше, при том, что вложились мы на 50 тысяч рублей. Были ли такие случаи у вас и вообще возможно ли это? Какой самый выгодный лот был выкуплен вами? Асан, спасибо за вопрос. Действительно, есть объекты, которые не замечает никто. Знаете, такие некие неконкурентные ниши. Но мы уже знаем, что это далеко не секрет, что автомобили на торгах по банкротству улетают там чуть ли не по рыночной цене, а иногда даже выше рыночной. Если поднапрячься и поискать автомобиль на автору, на авито, вы найдете цены не менее тех, чем встретите на торгах. Поэтому автомобильная тематика уже, к сожалению, ушла в небытие, потому что тут большая конкуренция, как есть говорю. Что касается объектов, например, товарно-материальные ценности какие-то, например, трубы какие-то лежат, либо металлические уголки, либо какие-то товарно-материальные ценности. Например, у нас был опыт, здесь в Санкт-Петербурге наш соратник выкупал целый склад различных игрушек. Банкротом стала организация, которая занималась поставкой и продажей различных товаров из Европы. Там такой здоровый склад был очень большой, и там чего только не было. Там были всякие гидрокостюмы, детская мебель какая-то дизайнерская, какие-то игрушки невероятные. Потом там было несколько палетов с мотоциклетными шлемами, была амуниция для байкеров, для тех, кто ездит на мотоциклах. И вот этот огромный склад на трех фурах вывозили в Московскую область отсюда, из Санкт-Петербурга. Ребята на свой склад. И имущество, которое было выкуплено в районе 3 миллионов рублей, в целом где-то более 15 миллионов стоило по итогу. Часть этого имущества они смогли продать, часть имущества этого подарили своим знакомым, близким, родным. Часть имущества, к сожалению, на складе было затоплено в Московской области. Но в целом эта сделка принесла профит более 250% на сумму вложенных средств. Если бы все реализовали, было бы, конечно, гораздо лучше. Вот буквально несколько дней назад мы выиграли товарно-материальные ценности от официального дилера Volkswagen. Это компания Руслан, которая, будучи банкротом, на торги нам поставила 2659 позиций автозапчастей. Мы купили за 1 миллион 711. И в итоге капитализация по всем этим запчастям, по самым минимальным подсчетам, будет составлять порядка 5 миллионов рублей. Запчасти ходовые, на Volkswagen уже есть понимание, куда их распространять и так далее. Так что, отвечая на ваш вопрос, такие лоты бывают. Нужно просто уметь их отслеживать, уметь оценивать и так далее. Следующий вопрос, Рамиль Гинатулин. Здравствуйте, Давид и Павел. Вопрос по налогам. Первое. Должны ли мы что-то уплачивать, если заработали на перепродаже лота? Уважаемый Рамиль, отвечаю на ваш вопрос. Конечно же, должны. С налогооблагаемой базы вы, как физическое лицо, платите НДФЛ 13%. Купили за миллион, продали за миллион сто, налогооблагаемая база 100 тысяч рублей, 13% с этих 100 тысяч рублей вы должны заплатить. Поехали дальше. А если как ИП, человек работает? А если как ИП, исходя из вашей системы налогообложения? Если 6% у вас, то платите 6%. Если доходы минус расходы, платите, естественно, по такой схеме налогообложения. Второй вопрос. Если выступаем как агент и получаем комиссию согласно договора, то считается ли это прибылью? Подробнее, пожалуйста, обо всем этом. Естественно, когда вы выступаете как агент на торгах по банкротству, вы заключаете с вашим инвестором договор возмездного оказания услуг, где прописывается сумма вашего комиссионного вознаграждения. Поучаствовали вы, к примеру, для инвестора в торгах, и он вам заплатил комиссию 300 тысяч рублей. С данной суммы вы платите налог 13%. Вы самостоятельно подаете декларацию вашему налоговому агенту в той налоговой по месту прописки и выплачиваете. Вам государство дает возможность заработать, налоги платить нужно. Максим Юнусов задает вопрос. Хороший, кстати, вопрос. Назревший, да, у нас его часто спрашивают, и у многих, как бы, типа, как вы между собой договаривайтесь. Доброе время суток. Вопрос такой, как вы поступаете, когда Павел, Давид и Ленар из Казани, к примеру, хотят купить один лот. Если лот понравился нескольким участникам на АП, как его покупают, и, а кто его покупает, и на каких условиях, как между собой договариваетесь, по территориальному принципу или как-то по-другому. Есть разные формы. Прежде всего, у нас есть CRM-система внутри ассоциации, которая позволяет, следуя регламентам, вырабатывать четкий и понятный алгоритм, кто и как работает с объектом. У нас в CRM-системе, если брокер закрепил за собой объект, то у него есть приоритетное право работать с данным объектом. Но в то же время, если я в CRM-системе закрепил объект, и в этот момент у кого-то появляется клиент на данный объект, то мы просто можем сколлаборироваться, объединить наши усилия и вместе заработать на этом. Потому что, когда объектов много, в команде работать с большим количеством объектов гораздо проще, и мы между собой договорились, что нам в таком режиме комфортно. У нас, чего ж греха таить, были ситуации, когда некоторые наши брокеры не хотели делиться, не хотели отодвигаться, и влезали тогда, когда уже с объектом практически вся работа была выполнена, когда он уже тестировался. Такое тоже есть, скрывать не буду. И в этой ситуации, если ребята между собой договариваться не хотят, если каждый тянет на себя одеяло, мы просто ставим вопрос ребром, нужен ли нам такой человек в ассоциации. И некоторые ребята из ассоциации, к сожалению, вышли. Вот как раз таки из-за этого. Ну, в любом случае, мы в сообществе все партнеры, мы всегда договариваемся. У нас единая федеральная РМ-система, где мы отслеживаем все лоты и видим, на какой стадии лот в проработке у партнера. У нас есть четкие регламенты, и по этим регламентам мы, собственно, и работаем. Следующий и заключительный вопрос от Рамиля Гинатулина. Рамиль пишет. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Предлагает в тот же день победы лота? Или же бывает, что затягивают пять календарных или рабочих дней? На самом деле, Рамиль, если вам даже выслали в первый день договор, то у вас есть время в течение пяти рабочих дней заключить данный договор. Прислали вам пятого числа, вы можете до десятого числа данный договор подписать. Главное соблюдать правила пяти дней и тридцати дней. Это по поводу полной оплаты лота. Коллеги, спасибо за ваши вопросы. Мне больше всего понравились вопросы Юли Зайнулиной. Они наиболее отражают интерес к нашей области. Юль явно собирает информацию, даже какие-то слухи, старая какая-то информация здесь звучит. Поэтому, Юль, мы очень поддерживаем то, что вы даете обратную связь. Спасибо огромное за это. И в качестве бонуса мы с Давидом Викторовичем решили вас приятно удивить. Либо мне, либо Давиду в личку. Пришлите, пожалуйста, свои реквизиты, свою банковскую карту. Мы вас поощрим приятным бонусом. Друзья, спасибо огромное за такую классную обратную связь. Мы поняли, что эта рубрика будет пользоваться популярностью. Мы поняли, что вам это ценно. И, как всегда, мы с Давидом готовы делиться информацией, давать ее по максимуму. И в будущем мы будем записывать такие видео. Главное, чтобы вы сыпали нам вопросами. Задавайте интересные вопросы. Самые интересные, самые острые вопросы мы будем поощрять денежными призами. Также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, колокольчик нажимайте. Пишите ваши комментарии. Нас они веселят, бодрят. Очень интересно их читать. Также приходите на наши бесплатные мастер-классы по средам и воскресеньям. И вступайте в наше сообщество. На связи была Национальная ассоциация аукционных брокеров. Всем спасибо. Всем пока. Пока.